Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Фризен. И сегодня мне пришла гениальная идея. А что, если выложить в ТикТок данные своего аккаунта Steam? И насколько этот аккаунт быстро угонят? И угонят ли вообще? А вы не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И не буду долго тянуть, погнали смотреть, что из этого вышло. Самое первое, что я сделал, это поиск аккаунта. У меня со времен динозавров оставался старый аккаунт, и я его решил взять. Вот он, данный аккаунт. Я решил закинуть сюда скинов. Стоимость данного инвентаря примерно 150 рублей. Сам по себе аккаунт бичевный, и вряд ли он кому будет нужен. Вот именно для этого я закинул небольшой инвентарь. Не уверен, что вообще кто-то решит забрать этот Steam, но все может быть, поэтому рискнем. А вторым этапом я записал ТикТок и выложил его. Для тех, кому интересно, можете заходить и играть в аккаунт. Вот пароль от этого аккаунта. Вот его небольшой инвентарьчик, чтобы было поприкольнее играть со скинами. Самое главное на этом аккаунте не менять пароль, не играть с читами. Да и в общем-то все. Я надеюсь, вы честные ребята и не будете такого делать. А Steam Guard вы пишите в комментариях, я вам его дам. Ну что ж, друзья, ТикТок я загрузил. Осталось дождаться, когда этот ТикТок соберет или просмотров, или кто-то попытается зайти. Ну что ж, друзья, прошел день, мой ТикТок вообще толком ничего не набрал. За один только один человек попытался войти в аккаунт. Ну это не дело, подумал я. Буквально несколько часов назад я перезалил ролик, и он вроде как начал собирать. Поэтому люди потихоньку начали входить. Но пока что на данный момент, вроде бы, еще никто не решил поменять почту и пароль. Вот как вы видите, несколько входов было. Потихоньку я даю данные от аккаунта. Ну а пока что ждем, что могу сказать. Короче, экстренная запись. Захожу я, значит, на почту, смотрю. Здравствуйте. Контактный адрес электронной почты в аккаунт успешно изменен. Почему-то я не удивлен, но я именно вот этого и ждал. Как скоро это случится. Вот оно, это и случилось. Ну, осталось дождаться смены пароля, и можно блокировать этот аккаунт, чтобы этот засранец ничего не получил. Ну что же, этот засранец долго ждать себя не заставил. Вот он и сменил пароль уже. Давайте сейчас попробуем ввести старый пароль. Возможно, получится зайти. Не удалось подключиться. Пароль введен неверно. И спрашивается, зачем ему были нужны скины на 100 рублей, которые он сможет обменивать, наверное, через 7 дней. Если и не позже. Давайте, что ли, попытаемся заблокировать этот аккаунт. Так, восстановить аккаунт. Так, отправить код. У меня больше нет доступа к этой электронной почте. Так, давайте сохраним этот код, который вы не видите тоже, само собой. Так, я записал код. Нажимаем. Заблокировать аккаунт. Все. Так, вы отправили обращение в службу поддержки код ТТТ. Когда вам ответят, вы получите уведомление на следующий адрес электронной почты. Так, все. Все идеально. Если честно, не знаю, что хотел этот малый, который поменял пароль. 100% там не какой-то взрослый человек, потому что в ТикТоке в основном дети. Особенно по такому контенту. По-моему, это было очевидно, что я забаню этот аккаунт. Но он решил рискнуть, и я все-таки его забанил. Возможно, после ролика я вообще забью на этот аккаунт, ибо он мне не нужен. Это был специальный аккаунт, и я специально туда скинул вещи для проверки. Найдется ли человек, который решит присвоить себе этот аккаунт. Ну и все-таки он нашелся, что я могу сказать. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. А с вами был Frizen. Всем удачи. Всем пока-пока.